Доброе утро! Утро у нас началось с небольших проблем. То педаль не закручивалась у Сани, то я слабо оделся, пришлось ехать переодеваться. Но камера еще. Камера, камера Сони и одна и вторая переставала включаться. Чтобы вы не думали, что я только на GoPro гоню. Она, кстати, еще не села. Я ее, правда, еще и не включал. Что мы сейчас делаем? Мы едем на борьбу. В самом начале дня мы чуть-чуть с Санькой друг друга потеребим, поотрабатываем. И потом мы едем тестировать бургеры. Снимает вторую часть теста бургеров. То есть, поняли, да, сначала у нас подготовка организма идет к тому, чтобы побольше утрамбовать в себя. И потом мы выбрали из тех, что вы советовали в прошлый раз. Который мы не доехали. К примеру, Бургер Фарм. Его советовали все. Мястория. Ее советовали все. Вот туда мы сегодня попадем. Я, кстати, не из тех, кто один раз сходил на какую-то секцию. И говорит, я хожу там на бокс или на борьбу. Я сегодня еду в четвертый или в пятый раз. То есть, только месяц хожу. Что-то вроде получается. Но на самом деле, нуб я страшный. Тем более, с моей координацией я очень деревянный. Санька уже ходит несколько лет. Он на чемпионатах уже участвовал. И у него неплохо получается. Я хожу не для соревнований. Мне интересно просто физо развивать с разных сторон. И там все-таки это совсем не то, что на турниках, на стадионе. Потому что ты постоянно в напряжении. Главное, уши не ломать. Приехали. А ну пошли вон отсюда. Чувак, не хотят. Нас встречать, как всегда. Не хотят нас. Что же делаете наркоманы? Вы едете отсюда. Мы не наркоманы. Называется Лутоливра. Это называется школа мужества. Здесь много разных видов единоборств. Наш тут называется Мачете. Лутоливра, Мачете Тип. Лутоливра, Мачете Тип. Утренняя тренировка закончена. Становится жарко. Хоть сейчас и минус два. Но, блин, я боюсь, что паримся. Мы, потому что я курточку сноубордическую надел. Но мы все равно поедем сейчас в Месторию. Она как раз на Аболоне. Это здесь минут 10 езды. Месторию прям сильно рекомендовали. Было топ-два места, которые советовали еще. Это Местория и Бургер Фарм. Будет очень круто. Это прям будет троллинг наивысшего уровня, если мы сейчас приедем. А Местория это мясной магазин. И много людей написали название мясного магазина, чтобы мы приехали, купили мясо и сделали бургеры сами. Кстати, только что уже после душа стояли, общались с ребятами постарше, которые с борьбы. И настолько в головах людей еще непривычно то, что можно кататься на велосипеде круглый год. Потому что они говорят, вы что, уже на великах? Можно что, можно что, а не холодно ли, а комфортно ли? То есть для людей все-таки, для многих, велосипед это просто еще парковое средство передвижения. Когда мы сказали, что мы всю зиму катаемся, они реально за наше здоровье начали переживать. Но я понимаю, что только за наш мозг надо переживать. Магазин и ресторан, Местория, это радует. Найкраще стейки. Чувак, мы везунчики. С 12 ресторан, а сейчас без 7-12. В общем, заказал я бургер с двумя котлетами, как мне посоветовали, вкусный. Но прикол в том, что ресторан открывается в 12, я пришел ровно в 12. Вот просто секунда в секунду уборщица трет полы, пацаны что-то там непонятным занимаются. Я говорю, бургер сделайте. Он сейчас, 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 подождите, дверь на кухню открывает. Пацаны, бургер сделайте ему в ответ. Какой? Да какой-нибудь. Саня, а что ты хочешь? Все только пришли на работу. Ну да, в 12 утра. Но интерьер здесь прикольный, я бы здесь посидел бы вот где-то здесь. Ну я скажу, что обслужили, когда его выдавали, таким образом, будто они нас знают. Я вам туда перчаточек положил и салфеточек. И настроение. Бургер стоит 255 гривен. 255? Да. А сколько вес? 400 с чем-то вроде. Ну неплохо, ну 250. 10 долларов. Не, ну на самом деле это нормальная цена для бургера. Да нет, в Киеве так бургеры не стоят. Стоят. Ну только варенье мы самое дорогое брали до 300. Стоят. 120-170 гривен. Да не стоит 250 гривен. Давай попробуем. Итак, салфеток достаточно, картоха есть и коробка, чувак, офигенная. Выглядит пока что подача офигенная. Я попросил его разрезать на две части. Выглядит хорошо. Это свинина и телятина. Соус чувствуешь? Не очень. Не очень. Я его вообще не чувствую. Мясо офигенное. Да. Мясо офигенное. Булочка, ну такое ощущение как обычно, не знаю. В целом мне понравилось. Понравилось несколько мещей. Охренительное мясо. Вкусная достаточно булочка. Его много. То есть мне не жалко сейчас было 250 гривен. Потому что если бы я сам пришел, я бы вот это заказал с картоха. Я бы офигел от того, как я наелся. Мне понравилось. Сейчас я скажу, что мне не понравилось. Салат горький. Я не понял, в чем прикол. Может так и надо, но салат был горький. Лист салата был горький. Я бы не отдал за этот бургер такие деньги. Я бы тебе скажу больше. Я даже не отдал бы из-за него гривен 170. Почему? Потому что нету сочетания. Как ты говоришь, булка вкусная, но она холодная. И я не могу сказать, что она вкусная. Я ее не прочувствовал, как какую-то мегабулку. Она типа, знаешь, на уровне сойдет к этому мясу офигенному. Мясо офигенное. Классно. Соус. Соуса не было. Вообще, ну то есть там нет какой-то изюминки. В плане того, что знаешь, ладно, если это котлета, сыр, булк. Я соглашусь, потому что я последний кусочек бургера макал в соус, который для картошки. Потому что соуса не хватало. Там чего-то не хватает. Там офигенные котлеты. Ну понятно, положить помидоры, лук, лист салата. Но это уже ради справедливости. Бургеров у них много и возможно какой-то из них с нормальным соусом. Но я просто спросил, какой вы порекомендуете, порекомендовали этот. Мы все пробовать не можем. Но в целом я рекомендовать это заведение могу. Следующая точка у нас за бургер Мехико или Мексико на Подоле. Его тоже советовали. И третья точка это бургер фарм, который советовали тупо все. Будет с ареном, когда говорит, да мне все. Я помню, мне тоже много писали. Вот ты тогда тоже говорил, нет, нет, нет. Ты просто сейчас говоришь, булка нормальная, да? Да. Я тебе просто хочу чуть-чуть напомнить. Ты помнишь, когда мы ели, к примеру, Старбургер? Да. Как тебе булочка там? Нет, скажи. Идеально. Очень вкусная булочка. Да. Соус, который был в Трубургер. Да, там было хорошо. Хороший соус. Да. Теперь вспоминаем то, что мы съели сейчас. Котлеты офигенные. Вот если скрестить это все. Ну ты понял? Все. Как бы это ни звучало, мне стыдно это говорить. Но Старбургер, то, что мы ели, пока что у него конкурентов нет. Там было идеально все. И стоил он дешевле, я согласен. Пока что кофе. Помните эту кофейню? Мы когда с Турции прилетели, из Турки Штрипа. Это единственная кофейня, которая работала в 7.30 утра. Весь город спит, они работают. И после Турции настоящий кофе, это было просто как золото какое-то. Турки, песочницы вот эти все, настоящие турки, турецкие кофе. Турки только деньги в аэропорту сдирать умеют. Ты от детей это шел? Я хотел просто грубее сказать, но посмотрел, что сзади дети. Не, я был в Турции, там отряд не был. Зе бургер Мексика, это я только сейчас понял. Саня, я или старый и тупею, или хрен знают, что это ресторан из серии The Burger. Я тоже вообще так думаю, изначально так думаю, но еще не факт. Не факт, да? Но написано The Burger Mexico, то есть Мексика это как приставка. Ты куда? Хорошо, давай. Саня, ты куда? Радует хоть, что не только я старею. Надеюсь, нас не узнали, но сами предложили велосипеды здесь поставить и даже внутрь завести, если мы хотим. Вельчик я вижу, это радует. Бургеры, видишь, тоже по 250, вот так где-то и стоят. Да не стоят так бургеры. Ну старый бургер, сколько стоил бургер? 200 чем? 250. Ну это дабл их не фирменный. Ну он меньше был, чем то, что мы сегодня съели в порядке. Блин, ладно, я может быть отстаю, потому что когда я вижу балагарский перец по 90 гривен, я понимаю, что все вообще печально. Я убираю оттуда свежий лук, я добавляю туда чеддер желтый, так как там 25 грамм и 2 котлеты, но это как-то статистически мало. Мы расплавляем желтый чеддер по котлете, это получается еще более сочно. И также туда я добавляю бекон, так как этому бургеру... Все, и делаете вот как вы. Не хватает вкуса копчености, в бекон это добавляю. Два таких делаем, да? Нет, один и разрезать напополам. Спасибо. Всегда пожалуйста. Он нас не знает. Он нас не знает, потому что он даже не понял, что мы знаем, в арене есть или нет. Но вот такое отслужение должно быть везде. Я хожу в ресторан, я тупой по еде. Я прихожу, я не знаю, чего я хочу. Я хочу, чтобы меня носом хнули, сказали, тебе надо вот это. Он умеет продавать. Он умеет продавать, и помимо этого он не спаривает. Он умеет продавать. Да, равен, или потому что человеку понравилось, и он вернулся. Он даже закастомизировал бургер, говорит, мне кажется, там вот того вот того не хватает. Я предлагаю вот это, короче, зачет. Ну почему вот здесь так, а там так? Люди, чувак, люди, люди. Я просто думаю, что мне пока все очень сильно нравится. Я думаю, только чтобы был нормальный бургер. Ну, то есть, ну достаточно, было бы обидно, чтобы заведение хорошо обслуживали, хорошо, но все равно там, типа, котлета всырая, знаешь, как в прошлый раз. Ну, выглядит это компактно очень. Красиво. Красиво? Ну, посмотри, как сыр потекший, булочка теплая, чувствуешь, как она хрустит, смотри, смотри. Кстати, степень прожарки не спрашивали. И прожарка здесь, как в Макдональдсе, прям максимальная. Соус чувствуется, бекон реально в тему. Две котлеты, ну, я бы сказал, сухие, как в Макдональдсе. Они, типа, не, ну, они вообще не сочные. Сыр офигенный, бекон офигенный, соус есть, но вот котлеты в истории были сильно лучше. Вот такой бургер в Макдональдсе зашел бы на ура. Котлета реально маковская, именно такая же специфика. Рекомендация добавить сыр была просто шикарная. Не надо сказать, что я вернулся бы за этим бургером. И да, с котлетами, ну, здесь, в принципе, хорошая, но собранная начинка. Из-за того, что вкуснее, действительно. Да, конечно. И бекон. И бекон. 30 лирам. 42. Ну, сам бургер стоит 260. Да, и сам бургер 260. Везде не стоят вот именно вот так. И это ваше. Что ж такое? Господа, спасибо. Это уж защемило меня. Вы спросите, что с Саней не так? Он сильно обрадулся, короче. Саня говорит, он не напарить хочет. Бургер стоит 260 гривен. Добавка сыра чеддера. Сколько? 50 грамм. 60 гривен. И бекончика 30 грамм. 40 гривен. То есть бургер наш вышел в 360 гривен. А ты говоришь, что 260 это дорого. Это не дорого, друг мой. Да, это не дорого. Но ты же пробовал, ты же ездил. Ты же много где попробовал? Да. 360 гривен. Я тебе скажу, что это по европейским меркам. Да хрена. Если без приколов. Бургер маленький за эти деньги. Потому что в истории за эти же деньги он был больше в порядке. Ну, котлеты вы сами видели. Он сказал, что есть два типа у них. Вот такие дистрофические. И есть побольше, как тогда нам не прожарили. Та-да-да-да. Почему так? Ну, реально. Я только пальцы держал. Думал, что все будет шик-блеск. По поводу обслуживания вообще слова нет. Парень офигенный. Обслуживание круто. В плане впарить. Как бог. Тупо левел официанта 100. Поехали в Бургер Фарм. В целом могу сказать, что я получил позитивное настроение здесь. Потому что... Вообще, The Burger это настроение. Не важно, хорош или вы уходите по-любому с эмоциями. Это было реально... Меня ж с удовольствием взяло за реально заново, когда я увидел эти темы. По поводу вкуса. Я скажу так. Даже если не брать цена-качество, брать эту цену предыдущую. Хотя бы то, что котлеты там были. Тот лучше, лучше. Тот лучше. И больше, и лучше, да. Но это не настолько плохо, как... Да нет, это нормально. Это вообще отлично, можно сказать. Супер. Здесь бургеры дешевые. 135, по-моему, максимально. И как готовят? Классно, пацаны, работают. Да? Ну, во-первых, приятно на них смотреть. Иногда на некоторые детали просто обращаешь внимание. Смотришь, что у них чистые поверхности. Они по форме. Они выглядят опрятно, как бы. Их там двое. И не колбасится. Ну, то есть, видно, что пацаны в работе. Не знаешь, что в носу ковыряются. Видно, что работают. И знаешь, такая атмосфера какая-то своя. То есть, домашняя. То есть, они там не стесняются кричать за кастом. Ну, то есть... И прикол в том, что это первое место за сегодня, где очень много людей. То есть, люди сидят, хавают бургеры. И здесь прям такой дух бургерный. То есть, очень-очень узконаправленное, как у меня, заведение. И прикольная кола здесь продается. Немецкая кола. Она посылка. Немецкая кола есть с карамелью, есть без сахара, а есть классическая. У тебя, естественно, классическая, у нас с карамелью. А ты классической, ты будешь? Буду, конечно. Что, не? Но разрезать бургер они отказались, к сожалению. Офигенное оформление. Посмотрите, какие пакетики. Логотипчик крутой. Ох, оно сочится. Такое впечатление, что не котлета, а фарш. Смотри, как он течет. Офигенно. Нормально рубленое мясо. По балансу, конечно, этот бургер хороший. Здесь все в балансе. Просто офигенно. Булочка. Сами, вот скажи булочка. Хорошая. Ну, вкусная же булочка. Котлета. Шикарная. Важно то, что этот бургер стоит в два раза дешевле, чем те. Кола, если что, говно. Со вкусом шампунь. Чисто с точки зрения гурмана, это не идеальный бургер. Потому что в него нафигачили всего. Это мое мнение. Там даже обычная капуста была. Пекинская, походу. То есть, оно так себе не очень сочеталось прям. Но, чтобы вкусно поесть и наесться за недорого, это топ-1. Сто процентов. Если просто вкусно и офигенно, как по мне, старт бургер или трубургер. Соглашусь с тобой, но по цене, цена качества. Цена качества здесь лучше. Цена качества здесь мне просто офигенно. Мне понравилось. Во-первых, еще я же брал во внимание, атмосфера. Заходишь, ну, маленькая, как, не знаю, как какой-то кафешка. Ну, ты заходишь, там своя присутствует кухня. И ты в нее попадаешь, мне это было приятно. Другой момент. Мне было очень вкусно. Вот именно того, что я хотел. Без вот этих понтов, вот этих флажки, вот этих всего такого. Ну, вот, понял, когда ставят спашки, куча всего оформления. Очень просто. Уже приехали в Выжгород, и тут у Сани. Ну, смотри, с педалю все хорошо, но она отвалилась. Когда я переставлял, я закрутил, видно, не по резьбе. И сегодня разбил. Потом она здесь. Это хорошая хронология. Но мы заметили это раньше. Я скажу, что мы хотя бы Выжгороди. Меня это чуть-чуть радует. Давай попрощаемся со зрителями. Ну, что ж, друзья, по поводу бургеров, вы теперь знаете, сытно и дешево, бургер фарм, вкусно и офигенно, старбургер на Майдане или трубургер? По поводу еще раз с этого, вот это я самый ржачный, я считаю. The Burger. The Burger. Я хочу еще раз повториться в том плане, что кто-то может сказать, да, типа, если у тебя нет денег, либо ты столько не зарабатываешь, ну, смешно же было не в этом. Смешно было в том, что когда я с персоналом общался, я говорю, ну, ребят, ну, вы схаваете за 350? Такие, типа, нет, конечно, типа. Мы что, лохи? Ну, типа, действительно, типа. Вот, о чем я говорю. И есть же бургеры по адекватной цене вкусные. Да. Все, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok